Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот или бумагу, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. У нас проходит школа исцеления. Мы собрались с близкими друзьями, чтобы вместе с вами изучать различные исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса. Мы хотим овладеть этим мастерством, научиться умело принимать исцеление и умело служить исцелением. И я призываю вас, смотря эту передачу, ожидайте исцеления. Ожидайте, что прямо там, где вы находитесь, эта сила потечет в ваше тело. Не будьте просто зрителями, участвуйте в этом вместе с нами верой. Мы продолжим тему предыдущего эпизода, и я рекомендую вам посмотреть его, если вам еще не удалось это сделать. В нем заложено основание для того, что мы будем изучать сегодня. Давайте снова откроем 4 главу Иоанна и прочитаем с 46 по 54 стих. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера, в седьмом часу, горячка оставила его». Из этого Отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Я хочу, чтобы мы вернулись к предыдущим стихам и еще раз коротко их рассмотрели. Мы понимаем, что царедворец должно быть что-то слышал о служении Иисуса. В этой местности Иисус совершил чудо, превратив воду в вино. Возможно, царедворец был на свадьбе, где это произошло, мы не знаем. Но мы знаем, что он поверил в Иисуса достаточно, чтобы решить пойти и получить исцеление. Он ожидал, что его сын исцелится через служение Иисуса. 48 стих. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Мы видим, что вся его вера была сосредоточена на одном. «Иисус, приди ко мне домой, возложи руки на моего мальчика, помолись за него, пока он не умер». Вот на чем была сосредоточена его вера. Но Иисус знал, что его вера могла перейти на более высокий уровень. И потому не сделал ничего из того, о чем просил царедворец. Не пошел к нему домой, не помолился за его сына, не возложил на него руки. Но он использовал самый лучший метод для веры этого человека. Я хочу, чтобы вы увидели, Бог заинтересован сделать то, что лучше для вашей веры. Он может один раз встретить вас на одном уровне веры, а в следующий раз уже не встретить вас на том же уровне, а потребовать от вашей веры немного большего. Не поймите меня неправильно. Бог не посылает на нас что-то плохое ради того, чтобы у нас была вера. Не поймите меня неправильно. Но Бог встречает нас на том уровне веры, на котором мы находимся, и ведет нас выше. Именно так поступил Иисус. Царедворец ожидал, что Иисус придет к нему домой. А Иисус сказал, «Тебе не нужно, чтобы я шел к тебе домой. Я что-то другое пошлю к тебе домой». Слова. Аминь. Иисус сказал ему слова. Он сказал, «Пойди, сын твой здоров». И царедворец отправился в дальний путь. Мы знаем, что он пришел домой только на следующий день. Ему часами предстояло идти. И Иисус дал ему за что держаться в пути. Он дал ему слова. «Пойди, сын твой здоров». В пути ему нужно было помнить эти слова. «Вернись к жизни. Пойди обратно домой и помни. Сын твой здоров. Сын твой здоров». И царедворец, несомненно, за это держался. С чем бы вы ни столкнулись, что бы вам ни угрожало, Божье Слово дает вам слова, за которые держаться. И когда мы держимся за то, что сказал Бог, вместо того, чтобы держаться за то, что говорят обстоятельства, мы можем вернуться к жизни. Это не легкомысленное отношение к тому, с чем мы столкнулись. Это не небрежное отношение к своей ситуации. Это возвращение к жизни путем веры. Мы идем дальше в вере. И когда мы просто возвращаемся к жизни, мы показываем Богу. Мы верим, что твоя сила работает. Мы верим, что ты действуешь для нас. Именно этого Иисус ожидал от царедворца, что он вернется к жизни путем веры. Ему нужно было пойти домой, не увидев изменений в состоянии сына, и ожидать, что сын будет здоров. 51 и 52 стихи. «На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Тогда он спросил у них, в котором часу он начал поправляться. Это не было мгновенное исцеление. Это был процесс исцеления. И хотя исцеление не мгновенное, оно все равно божественное. Оно все равно сверхъестественное. Каждый раз, когда вам становится лучше без человеческого вмешательства, Бог для вас что-то сделал. Ему сказали, «Вчера, в седьмом часу, горячка оставила его». Они заметили внешние измеримые признаки перемен в его теле. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели в Марка 11, 24. Откройте со мной, пожалуйста, Марка 11, 24. Как вы знаете, Иисус говорил со смоковницей, и она засохла до корня. Он сказал ей засохнуть, и она засохла. И ученики были захвачены и впечатлены тем, что дерево ему повиновалось. «Неодушевленный предмет повиновался Иисусу». Дерево услышало его. Дерево повиновалось ему. И ученики, по сути, попросили его научить их этому. В Марка 11, 23 он сказал, «Имейте веру Божью». Или, как сказано в оригинале, «Имейте веру Бога». И продолжил, «Если кто скажет, горейся и поднимись, и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Теперь посмотрим 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего бы вы ни пожелали, когда молитесь, или, можно сказать, прямо во время молитвы, во время молитвы, верьте, что получаете». Вот наша задача. Нам нужно молиться, веря во что-то. Прямо во время молитвы нам нужно верить, что мы получаем, и будет нам. И вот тут многие люди недопонимают веру. Они думают, что нужно верить, что ответ уже проявился. И тогда он будет у них. Иисус не просит вас верить, что что-то проявилось до того, как оно проявится. Он просит вас верить, что вы взяли ответ рукой веры. Вы его получили. И когда вы получили его верой, он может проявиться. Получение и проявление – две разные вещи. Вот что нужно понять насчет закона веры. Получение и проявление – две разные вещи. Проявление можно видеть в физическом мире. Получение – это духовный акт. Получение – это что-то, что вы делаете духом. Получение – это что-то, что вы делаете верой. Получение – это что-то, что вы делаете, высвобождая слова. Вера высвобождается словами. Как мы получаем? Мы не получаем чувствами. Мы получаем словами. Иисус сказал, «Когда молитесь, верьте, что получаете». Мы получаем сердцем. Мы получаем своим духом, сердцем. Когда говорим «Я в это верю, я это принимаю». Слово говорит, что Иисус взял на себя наши немощи и понес болезни. Ранами его мы исцелились. И вы говорите, «Я это принимаю». Я принимаю эти слова. Я принимаю то, что он сделал. Я принимаю это. Я внутренне с этим согласен. Вера – это просто ваше согласие. Вы соглашаетесь. Вы соглашаетесь. Я согласен. Неверие – это несогласие. Когда, читая слово еще до того, как проявился ответ, вы говорите, «Я согласен со словом», – это вера. Таким образом вы совершаете акт получения. Получение и проявление – две разные вещи. Позвольте мне прочитать Марка 11, 24 следующим образом. «Потому, говорю вам, все, чего бы вы ни пожелали, когда молитесь, прямо во время молитвы, верьте, что получаете это своим сердцем». И это проявится для вас в физическом мире. Сначала нужно поверить сердцем. Так вы разрешите Богу это проявить. Ваша вера дает Богу разрешение. Бог хочет вашего разрешения. И когда вы соглашаетесь с Ним, вы даете Ему разрешение. Позвольте сказать, каждый рожденный свыше человек получил свое спасение, не видя, как он пойдет на небеса. Никто из нас еще не пошел на небеса. Однако мы верим, что небо – наш дом. Мы верим, что, сделав последний вдох на земле, мы отправимся на небо. Это еще не проявилось, но мы в это верим. Так что вы можете верить в то, что еще не проявилось. Внутри вы в это верите. Это выбор. Это выбор. Я выбираю в это верить. Итак, получение и проявление – две разные вещи. Это не одно и то же. Иисус не просит вас верить, что что-то проявилось до того, как оно проявится. Он просит вас верить, что это ваше, до того, как оно проявится в вашей жизни. Вот во что Он просит вас верить. Аминь. И именно такое требование Он предъявил царедворцу. Поверь, что твой Сын исцелен, прежде чем ты увидишь какие-либо перемены. Аминь. Люди говорят, так сложно жить верой. Нет, 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 нет. Это как раз легко. Тяжело жить в сомнениях. Тяжело жить в неверии, потому что вы никогда не получаете помощь. Никогда. Но, живя верой, вы всегда одерживаете победу. Всегда получаете помощь. Ваши нужды всегда восполняются. Живя верой, вы всегда знаете, чем все закончится. Всегда знаете. Живя в сомнениях и неверии, вы никогда не знаете, чем все закончится. Никогда не знаете, насколько далеко все зайдет. Никогда не знаете, насколько плохо вам будет в конечном итоге. Жить в сомнениях тяжело. Жить в неверии тяжело. Жить верой радостно. В послании евреям сказано, «Входим в покой мы уверовавшие». Ах! Как только вы скажете, «Отец, я приношу свою нужду к тебе, и вот что говорит твое слово. Слово твое говорит, что ранами его я исцелился». Так что еще до того, как это проявится, я выбираю в это верить. Я получаю это сердцем. Я принимаю эту силу исцеления. Я получаю здоровое тело. Еще до того, как я увижу какие-либо перемены, я это принимаю. И я благодарю тебя за это. Теперь я могу быть в покое. Я могу быть спокоен, потому что я в это верю. Так что теперь я могу быть спокоен. Вам не нужно дожидаться проявления, чтобы войти в покой. Вы можете быть спокойны, как только поверили. Ах! Какая радостная, легкая жизнь! Неспасенные люди, люди этого мира, люди, у которых проблемы, трудности и невзгоды, не могут успокоиться, пока их ситуация не изменится. Они не могут найти покой, пока не проявится какая-то помощь. А мы можем войти в покой прямо во время молитвы. Нам не нужно ждать, пока что-то проявится. Мы спокойны, зная, что Он услышал нас, и мы поверили Ему на слово. Поэтому мы спокойны и не перестаем верить в этом спокойствии. Я не пытаюсь заполучить что-то от Бога. Я просто продолжаю провозглашать то, во что я верю. О, Боже, как хорошо быть в покое, потому что Ты услышал меня. И сила исцеления действует во мне сейчас. Она постоянно работает во мне. Прямо сейчас она работает во мне. Видите? Вы верите, что получаете еще до того, как что-то проявилось. Это лучшая жизнь. Это лучшая жизнь. Так действует Бог. Вот почему Он дает нам Его собственную веру. Имейте веру Бога. Он делится Своей собственной верой с нами, потому что знает, жизнь веры – лучшая жизнь. Потому что мы спокойны до того, как приходит проявление. И мы не основываем свою веру на проявлении. Мы основываем свою веру на том, что сказал Бог. Аминь. Вы скажете, пастор Нэнси, я старался верить. Почему же мой ответ не пришел? Суть в том, что все, что вам нужно сделать, это сказать, я верю, что я получаю. Вам нужно совершить акт получения до того, как ваш ответ сможет проявиться. Вы должны совершить акт получения, прежде чем ваш ответ сможет проявиться. Как совершить этот акт? Об этом сказано в Марка 11, 24. Все, чего бы вы ни пожелали. Когда молитесь, верьте, что получаете. Вот что такое акт получения. Я верю, что я получаю. Я помолился, и я верю, что я получаю. Я верю, что я получаю. Это акт получения. Как легко. Мы все усложнили, слишком много думая. Мы все усложнили, пытаясь разобраться в том, во что возможно только верить. Я не знаю, как то, что я произношу слова, меняет мое тело, но это происходит. Я не знаю, как то, что я назвала Иисуса своим спасителем, перевело меня из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Но это произошло. Я не знаю, как молитва покаяния приведет к тому, что с последним вдохом я окажусь на небесах, но это произойдет. Мне не нужно в этом разбираться, чтобы поверить. Я выбираю в это верить. Я выбираю в это верить. Аллилуйя. Итак, чтобы получить, нужно совершить акт получения, прежде чем что-либо проявится. А совершить акт получения, это сказать, я верю, что я получаю. Я верю, что я получаю. Именно так поступил царедворец. Он пошел домой, говоря, сын мой здоров, сын мой здоров. Пойди, сын твой здоров. И всю дорогу домой до завтрашнего дня он напоминал себе, сын мой здоров. Он совершал акт получения. Он говорил это. Акт получения осуществляется словами, а не чувствами. Словами, не чувствами. Не важно, что вы чувствуете. Не важно, чувствуете ли вы какие-то изменения. Важно, что вы говорите. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. 53-й стих. Из этого Отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Заметьте, исцеление привело всю его семью к вере в Иисуса. Все не ограничилось исцелением. Оно переросло в спасение семейства. Все поверили. Как прекрасна сила чудес, сила исцеления. Она помогает окружающим принять благословение. Исцеление было дверью, через которую благословение пришло ко всей семье. Аминь. Исцеление – эффективный метод, чтобы многих обратить к Богу. Почему, по-вашему, Иисус ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя? Потому что исцеление – один из эффективных методов, чтобы многих привести к Богу. Видя исцеленных людей, и другие говорят, я хочу этого. Я хочу знать того, кто это совершил, так? Аллилуйя. Я бы сказала, что это чудо обращается прямо к нашему времени. Оно показывает, что Иисусу не нужно физически, видимым образом, прийти к вам домой, чтобы вы смогли получить свой ответ. Это то, чего хотел царедворец, чтобы Иисус пришел к нему домой. А Иисус сказал, не сегодня. Я пошлю свое слово. Его слово и есть Он в вашем доме. Многие люди хотят увидеть Его. Они говорят, если бы только Иисус явился и возложил на меня руку, я бы исцелился. Нет, не исцелились бы. Нет, не исцелились бы. Почему? Люди все время хотят, чтобы Иисус им явился, но то, что вы увидите Иисуса, не гарантирует, что вы получите исцеление. Откуда я это знаю? Потому что Иисуса окружали толпы людей, которые видели Его каждый день Его земного служения и ничего не получали. Там были фарисеи, книжники, законники. Народ толпился вокруг Него. Вспомните свидетельство женщины, страдавшей кровотечением, в пятой главе Марка. Она пробилась сквозь толпу и прикоснулась к Нему. И Иисус сказал, кто прикоснулся ко Мне? Казалось бы, очень неконкретный вопрос. Ученики сказали, Иисус, вся толпа теснит Тебя. Для них это звучало неконкретно, но для нее это было очень конкретно. Я коснулась Его, мое тело изменилось, Он говорит обо Мне. Почему Он спросил, кто прикоснулся ко Мне? Потому что люди касались Его и ничего не получали. Так что то, что вы увидите Иисуса, еще не значит, что вы что-то получите. Возможность физически к Нему прикоснуться не означает, что вы сможете получить свое исцеление. Чтобы что-то получить, нужна вера. Не видение позволяет получить, а вера позволяет получить. Вера от слышания. Вера не приходит от видения. Если вы не верите словам, вы не поверите, и если он явится физически. Почему? Потому что все равно будет открытая дверь для сомнений, сомнений, сомнений. Видите ли, именно слышание Божьих слов и вера в них прогоняет сомнения. И если вы не прогнали из своей жизни сомнения, даже если бы Иисус явился, вы бы все равно не поверили, раз вы не верите Его словам. Это чудо обращается прямо к нашему времени, потому что царедворец получил исцеление Сына на основании веры в слова, а не на основании того, что Иисус физически пришел к нему домой, прикоснулся к Его Сыну и помолился за Него вслух. Аминь. Никто не получает исцеление из-за того, что видит Иисуса. Люди получают исцеление, потому что верят Его словам. Слава Господу! Настоящей вере не нужно видеть, чтобы поверить. Библейской вере, библейской версии веры не нужно видеть, чтобы поверить. Она верит Богу на слово. Какая честь, что мы можем слышать слова и верить им, и этого достаточно. Мне для этого не нужно видеть никаких изменений, не нужно видеть, что деньги пришли, не нужно видеть изменения в теле, перемены в моих детях, в моем браке, в моем бизнесе. Я просто выбираю верить в Слово Божье, и это Слово принесет перемены. Его слова все изменят. Я верю, что Слово Божье все меняет. Аминь. А потому у нас есть привилегия быть в покое уже до того, как что-либо появится во внешнем физическом мире. Бог хочет, чтобы мы были в покое. Он хочет, чтобы мы жили в покое. А потому говорит. Я даю вам право верить, что вы получаете свой ответ прямо во время молитвы. Вам не нужно ждать, пока ответ проявится. Я даю вам право верить, что он ваш уже в момент молитвы. Верьте, что получаете. Когда молитесь, верьте, что получаете, и будет вам. И у вас тут же есть право на покой. Вам не нужно волноваться. Вам не нужно позволять тому, через что вы проходите, поглощать все ваше внимание и быть темой разговоров за ужином. То не так, и это не так. Нет, у вас есть право на покой, потому что вы верите. Не потому что вы видите, а потому что вы верите. Аллилуйя, аллилуйя. Псалом 106, 20. Псалом 106, 20. Псалом 107, 20. «Послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их». В английском «послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от разрушений их». Что пытается вас разрушить? Возможно, дьявол использует иную стратегию, чем для кого-то другого. Но от всего, что для вас разрушительно, что может стать для вас преткновением, вы избавлены Словом. Словом. Его Слово исцеляет. Его Слово «Целитель сегодня». Я говорю «Его Слово «Целитель сегодня». Верьте в Слово, говорите Слово, получайте чудеса. Аминь. Видите ли, ваш ответ существует в двух формах. В невидимой и в видимой форме. Вам нужно верить, что он ваш, когда он всё ещё невидим. Когда вы поверите, что он ваш, пока он невидим, он станет видимым. Он проявится. Ваш ответ существует в двух формах. И вера берёт его, пока он ещё невидим. Слава Господу! И когда вы его возьмёте, Бог позаботится о том, чтобы он стал видимым в вашей жизни. Аллилуйя! И мы говорим тем, кто нас смотрит, примите своё исцеление. Будьте исцелены от головы до пят. Мы говорим боли. Убирайся из их тел во имя Иисуса. Мы говорим симптомам. Оставьте их тела. Болезни, оставьте их тела. Немочи, уходите. Всё, что не от Бога, да оставит их тела. Будьте исцелены во имя Иисуса. Скажите, я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнёрам служения Дюфрейну.